Теперь я уже могу совершенно четко сказать то, что я на этот счет думаю. Я думаю, что идея Содружества провалилась. Я думаю, что это очередной тупик. И прежде всего в этом меня убеждают действия Украины. Как известно, именно Украина заняла ту позицию, которая привела к этой идее Содружества. А теперь стало ясно, что эта идея Содружества понадобилась только для одного. Для того, чтобы использовать эту идею как определенную передышку. И за этот период создать свою собственную армию. Создать свою собственную армию, причем в таких размерах. Ну, вы знаете, украинский президент еще до того, как стал президентом. И те, кто сегодня у власти на Украине, говорили о необходимости 400-тысячной армии. Теперь, когда нам уже известно, как они хотят создавать эту армию. Когда вначале мы думали, что, ну, каждое независимое государство должно создавать армию нормальным путем. И это и право хоть 4 миллиона создавайте за счет своих налогоплательщиков. Но, оказывается, задумка, как любят говорить журналисты, была другая. Взять и перевести нынешнюю армию просто под юрисдикцию Украины. Хотя я понять не могу, почему жители России, Узбекистана или Казахстана, призванные служить в советскую армию, должны отдавать присягу украинскому правительству. И более того, я считаю, что сегодня мы получили наиболее опасный симбиоз. Симбиоз бывшей партийной номенклатуры. Причем мы же с вами знаем, что на Украине коммунистический режим носил наиболее заскорузлый, щирый, я бы сказал, характер. Я сам, в моих жилах течет ровно столько украинской крови, сколько и русской. Поэтому я могу об этом говорить совершенно спокойно. И вот меня больше всего беспокоит этот симбиоз крайних националистов с такой номенклатурой, консервативность которой была очевидна для всех. А сегодня они очень быстро нашли друг друга. Если вы обратите внимание, в речах руководства нынешней Украины ни слова о правах человека, о правовом государстве, они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую именно независимость они избрали. Для этой их независимости, оказывается, прежде всего нужна армия. Армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Но я не сомневаюсь в том, что завтра они предъявят соответствующие претензии, да уже, собственно, предъявили и на ядерное оружие. Дальше пять минут.